Случаев коронавируса в республике становится меньше. Роспотребнадзор отмечает, что по РВИ эпид-порог не превышен, грипп пока не замечен. Зато неприятный сюрприз с другой стороны. Кишечная вирусная инфекция в трех образовательных учреждениях. В частности, выходные разбирались по Черногорскому детскому саду, есть ситуация в Аскитском районе, и связано это, как правило, с носительством среди персонала. Поэтому во всех субъектах сейчас рассматривается возможность, вероятность и необходимость обследования на первых порах на вирусные носительства работников пищеблока. Возвращаясь к коронавирусу, половина хой, выделенных таким больным, свободна. Это больше 500 мест. Их постепенно возвращают к другим медицинским профилям. На этой неделе мы прекращаем сегодня госпитализацию в больницу Минеремешевский хирургический стационар. Мы производим плановое перемещение пациентов в терапевтический корпус, что нам позволит с 1 февраля открыть в работу весь хирургический корпус республиканской больницы. Порядка 200 коек мы там сократили. А места нужны. Перегружен Абаканский стационар. Людей, нуждающихся в хирургической помощи, пришлось размещать в коридоре. Глава Хакасии дал поручение найти резервы и решить проблему. Активно стартовала массовая вакцинация от ковида. Желающих много, больше трех тысяч жителей республики получили первый компонент. В пятницу вакцина закончилась и не всем водила. В Министрале заверяют обязательно поставят прививки всем. Записанность будут обзванивать и сообщать время. Второго компонента в регионе достаточно. В Абаканской поликлинике откроют дополнительный кабинет для вакцинации. В первую очередь нужно прививать людей группы риска, подчеркнул Валентин Коновалов. Это 65 плюс. И те лица, которые хроническими заболеваниями страдают, но по показаниям могут быть привиты. Тем более, что мы видим у нас в структуре тех, кто госпитализируется и переносит в тяжелой форме. Как раз такие данные категории преобладают. В ближайшее время в республику поступят 2000 доз вакцины. В ожидании поставок и другие регионы. В общей сложности в начале февраля в Хакасию должно прийти 8800 доз. Ольга Барловская, Дмитрий Щедлов, РТС.